Привет, друзья мои! Я сейчас веду свой репортаж с кухни. И вообще хочу сказать такое самое основное, что люблю я, чтобы было вкусно поесть, но не всегда у меня есть далеко, не всегда настроение долго торчать на кухне. Один из вариантов, потому что есть много чего интересненького сделать, и полезного, и интересного. Один из вариантов, как быстро, незатейливо, нетрудоемко, но вкусненько покушать, я вам сейчас предложу. Думаю, что это вообще-то общеизвестный вариант. Но бывает так, что знаешь и забыл. Бывает, что как-то упустил из вида, а может быть, кто-нибудь и не знает. В общем, я покажу, что я готовлю сегодня. И, возможно, со своими вариациями, фантазиями вы это повторите. Поддержите наш канал Анной Франк в Нидерландах, где мы рассказываем о своей жизни, о том, чем мы занимаемся, делимся своими впечатлениями. Поддержите нас, пожалуйста, подписочкой, лайком, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Они у нас самые разные, самые разнообразные. Мы стараемся их делать и полезными, и познавательными, и интересными. Пишите в комментариях, что бы вам хотелось еще узнать. Возможно, что-то о Нидерландах, какие-то у вас есть вопросы. Вообще просто о жизни. Делитесь своими впечатлениями. Мы очень этому будем рады. Мы каждому обязуемся ответить. Всем здоровья, добра вам и вашим семьям. Верьте в лучшее, надейтесь на лучшее. И лучшее обязательно исполнится. Это я вам точно говорю. Ну и смотрим дальше, что же я такого сегодня готовлю. Смотрите, друзья. Я положила сюда на противень, положила бумагу для выпечки, листочек. Не могу выключить, потому что если выключу свет, выключу, вот вентиляция гудит, то и свет выключится у меня. Нет режима без вентиляции. Такая духовка. Вот. Я полила его немножечко маслом, без запаха оливковым. Можно рафинированное, подсолнечное брать, любое растительное. И туда порезала просто кабачок кружочками. Цукини у меня. Цветную капусту соцветия положила. Вот. Шампиньоны упаковочку. Головка цветной капусты. Цукини один. Горсть. Вот такую пригоршню. Две ладошки, если вместе. Снуп томачи, если они называются маленькие томатики. Но я их положила уже потом. А вначале положила только цукини. Цветную капусту на противень. Положила также грибы тоже чуть позже. Значит, положила также порезанную луковицу. Вот так вот на, прямо буквально на дольки. Как вот мы режем арбуз на дольки. Вот такую. Я вам покажу потом, когда испечется. Вот. Сверху полила тоже растительное масло. Немножечко присолила. Посыпала травками итальянскими. Базиликом. Вот. Кто любит, немножко можете поперчить. Только слегка. Не надо перебивать вкус овощей. Вот. И чуточком есть у нас такой, как майонез с чесноком. Вот. Да, посыпала чуточку чесноком. Чесночным порошочком. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Вот. Это все перемешало. Буквально я это делаю прямо на противне. Вот. И потом я положила уже позже грибы, а позже еще и помидоры. У нас же почти все готово. И положила еще я минут, наверное, через 5-10 после того, как положила овощи, кроме помидоров и грибов, я положила колбаски, которые для гриля предназначены. Мы думали на огне их с франком готовить на костре, но как-то не доходят руки. Постоянно мы чем-то заняты. А если когда и уже бы и дошли, так погода не позволяет. Дождики были. Вот. А то какие-то все у нас мероприятия, куда-то мы уезжаем. В общем, это бурно так получается. Вот. Сейчас я эти колбаски переверну. Вот. И потом покажу вам, что будет готово. Значит, пеку я это все вот уже сейчас 40 минут. Ну, я переверну колбаски еще минуточек 5-10. То есть где-то минут 50 это все мне печется. Но помидоры и грибы это вот буквально минут 20. Так вот. Друзья мои, я достала противень из духовки. Можно было, в принципе, сразу и достать. И рассказывать вам было бы удобнее. Сейчас вы видите эти все ингредиенты. Буквально просто более так вот. Прям так крупно. И понятно, как это все было. То есть, видите, посыпано травками. Сейчас покажу, как я порезала лук. Вот у меня есть такие вот щипчики, которыми удобно переворачивать мясо, например, на сковороде. Удобно ими переворачивать, допустим, вот те же сейчас колбаски, там слайсы чего-то. То есть, вот смотрите, я так беру немножко, неудобно, что снимаешь заодно так вот раз. И вот этой поджаренной частью вы переворачиваете колбаску или там сосиску, что у вас, если круглая. Если у вас, допустим, куриные ножки, там, да, крылышки, тоже переворачивайте их, и они у вас будут тогда со всех сторон румяные. Конечно, они не так пропекутся без переворачивания, но с переворачиванием это будет лучше. Удобно. Можно, конечно, вилочкой просто перевернуть, если у вас нет таких щипчиков. Сейчас я покажу вам, как. Вот, посмотрите. Вот так вот раз, перевернули. Так, еще вот эту, например, раз. Неудобно немножко одной рукой, потому что вторая с телефоном. Вот. И так же третью. Раз, раз, перевернули, все. Вот так вот. Это уже корочка прямо такая совсем хрустящая. Все у нас перевернуто. Можно ставить обратно в духовку. Вот. И, возможно, если чуть суховато, можете сверху смазать, допустим, тем же майонезом, либо маслом. Ну, так, чтобы не подсыхало. Если вы видите, что у вас не пропекается, а подсыхает, можно сверху еще положить листочек бумаги для выпечки или фольги. Оно прикроет. Плотно не закрывайте, чтобы пар выходил. А перед окончанием можно снять, чтобы поджарился ваша еда, ваш микс, так сказать. Да. И еще что можно сделать, сыром хорошо тертым посыпать такие вещи. Будет тоже вкусненько. Но пока мне еще рано. Сейчас я ставлю обратно, минуточек на 10. Минут через 7 можно достать и посыпать сыром. То есть очень быстро вы ничем не заняты, пока оно в духовке печется. Вы не привязаны к этому блюду, собственно. Вы его положили и не занимаетесь им больше. И оно себе печется. То есть вот на все про все вам от приготовления до уже постановки на стол часа хватит выше головы. И еще вот у меня там стоит картошка. Она уже у нас готова продается в супермаркете. Вот порезанная на кусочки уже смазанная там маслом растительным и посыпанная травками. Я не приближаю быстро, близко. Сейчас я достану и покажу. Вот, друзья мои, я достала из духовки. Посмотрите, это уже готова картошка. Вот по такому же образу и подобию я делаю картошку, когда сама готовлю. Не как бы полуфабрикат магазинный. А вот точно так же я режу картошечку на дольки или на такие как диски поперек просто картофину. Ну, либо вот вдоль еще раз, два-три раза перехватили картошечку и посыпали ее травками, немножечко присолили. Можно маслом чуть обмазать и поставили. Вот ее тоже можно потом посыпать, как я сейчас собираюсь, тоже сыром тертым. Будет очень вкусно. И тогда я вот, если картошку самодел, я отдельно ее вот так, конечно, такой вот упаковочкой не ставлю. Вот, а распределяю вместе вот с другими овощами вот в тот микс наш равномерно еще и кусочки картошки. Ну, тогда я их делаю поменьше, потому что капуста цветная, грибы, допустим, те же помидоры, кабачки, они быстрее пекутся, чем картошка. Либо, если что-то покрупнее, то вы можете картошку предварительно минуток 5-6 отварить. Тогда она будет уже такая полуготовая. Воду слили, порезали и положили в микс к овощам. Ну, дольше рассказывать, чем делать. Я сразу прошу прощения за свой голос, потому что немного как-то, то ли подхватила какую инфекцию, вроде бы не остывала нигде. Ну, вот, сначала горло болело, теперь как-то какая-то простуда здесь есть еще, организм пока болит. Поэтому голос изменился как-то немного. Ну, вот, друзья мои, я посыпала тертым сыром. Это, кстати, сыр из этого магазина, который Каас Пакхаус. Я вам показывала недавно в видео мы там были. Помните, рассматривали сыры и узнали с вами, что для декорации интерьера они используют муляжи в сырных головах. Теперь я понимаю, что все эти выкладки в магазинах, это все муляжи обычно по стенам, эти все сыры. Смотрите, какая у меня есть прихваточка. С какими милыми коровками. Правда, круто? Супер. Ну, а наше блюдо уже приготовилось. Сыр, я думаю, уже расплавился. Давайте смотреть, что получилось. Ну, вот, друзья мои, такая ароматная, румяная и вкуснющая прелесть у нас с вами получилась. И картошечка. Сыр расплавился. Приятного всем аппетита. Готовьте вкусно, готовьте разнообразно, с фантазией, быстро и неутомительно. И всем пока до новых видео. Подкидывайте в комментариях темы для новых наших видео встреч. Всех настраиваю только на позитив, только на лучшее, только на самое-самое хорошее. Такой творческий беспорядок. И нравится мне с каким-то кетчупом. Вот здесь у меня барбекю соус. Вот, Франк уже попробовал, сказал вкусно. Так что, если нравится идея, забирайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok